Наверняка многих посещала мысль, что аэродром в Мочуличах должен превратиться во что-то ярко-красочное и желательно так, чтобы это место посещали только грибники, которых гоняли бы зубры, но пока это в перспективе. А мы наблюдаем все то же. Оттуда взлетают МиГ-31, которые способны нести переделанные под воздушный старт Искандеры, которые называют гиперзвуковой ракетой Кинджал. И почти одновременно взлетает ДРЛО А-50, собранный на базе транспортного Ил-76 с тарелкой радара сверху. Еще при Союзе это был наш ответ Чемберлену на систему АВАКС, которая выполнена по той же схеме, но с более совершенной начинкой. Суть таких манипуляций сводится к тому, что радар на большой высоте имеет гораздо более дальний горизонт, и поэтому может фиксировать радиоэлектронные события на большем расстоянии. Это то, чего не хватало московитам в Сирии, когда система С-400 упиралась в кривизну Земли. Это примерно 20 км на равнине. Радары могут обнаружить цели на гораздо большем расстоянии, если это приподнять повыше. Все то, что летит в десятки метров над землей, радар обнаружит впритык, и ему не хватит времени для того, чтобы навестись раньше, чем цель уничтожит сам радар. То есть и советского, и западного оружия хватит, чтобы достать цель на большом расстоянии, но для этого она должна попасть в зону действия радара. Цель должна находиться выше минимальной высоты и быть достаточно крупной, чтобы отраженного сигнала хватило для наведения. Как раз поэтому самолеты пятого поколения с пониженной сигнатурой инфракрасного и радиоэлектронного диапазона могут подобраться практически на расстоянии пушечного выстрела. Но отраженный сигнал настолько слаб, что оружие не может захватить цель. А на расстоянии, когда это возможно, будет уже поздно. Для российских ДРЛО это представляет такую же проблему, как и для наземных. Все остальное, висящее на 10 километрах радар, видит и хорошо, и далеко. Кроме того, аппаратура улавливает работу радаров. То есть с этой высоты локатор улавливает не только собственные отраженные сигналы, но и то, что излучают чужие радары. В данной схеме МиГ-31 это провокатор, который вынуждает включаться наши системы ПВО, а ДРЛО А-50 считывает сигналы и устанавливает месторасположение. В зависимости от того, с какой точностью это удается, можно как минимум составить актуальную карту ПВО, с учетом того, что раньше у нас не было дальнобойных систем, и радиус поражения ракет составлял до 50 километров. С такой картой прокладывают маршрут для крылатых ракет, чтобы максимально избежать операционные районы ПВО. Все то, что стало прилетом в последних волнах, как раз и есть результат того, что часть ракет смогла обойти ПВО. И вот прошла информация о том, что на аэродроме Мачуличи снегоуборочная машина врезалась в А-50, или это самолет припарковался в какую-то машину. Видимо, собирался вылететь для дежурной провокации, но что-то пошло не так. Подробностей немного. Известно, что было два хлопка без вспышки, а местные видели задымление. В результате самолет надолго вышел из строя. У него почему-то поломалась кабина, средняя часть фюзеляжа и антенна локатора. Крупных кратеров посреди стоянки и на взлетной полосе не наблюдается пока. Но большая дорога начинается с первого шага, и похоже, что он уже позади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова